Самые яркие события и новости Орска прошлых лет. Смотрите далее. Система «Поток» вычислит нужный автомобиль из десятка других. Видеоглазки установлены так, что проехать мимо них невозможно. Картинка в режиме «Реалтайм» отражается на мониторе. Если у транспортного средства темное прошлое, компьютер сразу же даст об этом знать. При этом срабатывает звуковая сигнализация и проговаривается государственный номер на улице. То есть инспектор слышит и уже останавливает данный автомобиль. А вот у этого автоматического прибора предназначение менее масштабное, зато более практичное. Система «Арена» уже не спасет любителей быстрой езды. На страже правопорядка прибор всего год. Зато на его счету сотни вычисленных правонарушений. За прошлый 2009 год при помощи комплекса «Арена» было выявлено 8070 нарушителей правил дорожного движения. Это нарушение скоростного режима. Что касается 2010 года, то за данный период 2010 года уже выявлено 830 нарушителей правил дорожного движения. Превысивший скорость водитель узнает о том, что его правонарушение было замечено только тогда, когда ему придет квитанция на оплату штрафа. Машина, превысившая скорость, будет сфотографирована прибором. Затем фотография обрабатывается и передается на компьютер. Затем нарушителю лично в руки. На фотографии там, кроме того, что указана скорость, там число, время. Там, значит, есть направление движения, откуда движется данное транспортное средство и куда. Прибор высокоточный может работать как и днем, так и ночью. Вот только, как выяснилось, автоматический фиксатор скорости боится только одного – холода. Соответственно, сейчас на улице Большой мороз, за 25 градусов арена не работает. А так, в принципе, арена работает ежедневно. Возможность несанкционированного удаления информации исключена из-за специальной пломбы на приборе, которая разрушается при попытке подобных действий. Так что комплекс частично помогает искоренить не только нарушения на дороге, но и коррупцию. Ирина Самокутяева, Сергей Абрамов, Бюро ТВ Проектов. Субтитры создавал DimaTorzok